На днях я сделала обращение к президенту Эстонии Керсти Кальвулайт и поделилась своими требовками по поводу того, что в Эстонии есть большая проблема с интеграцией русскоязычной молодежи, вообще русскоязычного общества в общество эстонское. И мое обращение скромное, которое я впервые в жизни писала на эстонском языке, это было очень непросто для меня. Большое спасибо всем друзьям, моим учителям, которые меня в этом поддержали и которые мне помогли сделать текст приличный. И, собственно говоря, обращение мое вызвало какой-то совершенно невероятный резонанс в обществе. Я решила записать вот это видео для того, чтобы, ну, может быть, какие-то моменты еще раз осветить. Ну, прежде всего, какая была реакция? Реакция была совершенно фантастическая, и в России такой реакции вообще не бывает. Потому что мне в тот же день, когда я сделала это обращение, лично ответила министр образования, лично ответила руководитель интеграционного центра. И на самом деле это уже хорошая реакция. Более того, ко мне обратились эстонцы. Вот с одним из этих эстонцев, с эстонкой, мы уже начали работу, и они предложили мне помощь в изучении языка для меня и для моих детей, и вообще для моей семьи. Это была совершенно невероятная и фантастическая совершенно реакция. Я ее не ожидала. Большое вам спасибо. Меня, как обычно, поразили вот наши пропагандоны, то есть это вот российское телевидение, российские СМИ, которые, ну, СМИ это нельзя называть, российская пропаганда, которая начала распространять какую-то лажу насчет того, что я разочарована в Эстонии. Ребята, фигня полнейшая. Я Эстонии очарована. Потому что я считаю, что из всех стран на постсоветском пространстве Эстония впереди планеты всей. Это страна, которая добилась фантастических результатов. Ну, во-первых, она растет с китайскими темпами, у нее ВВП самый высокий, выше, чем в России, извините. То есть это страна, в которой настоящая электронная демократия, где вы можете голосовать электронным образом. Такого вообще нигде нету, понимаете? То есть Эстония, ну, может, где-то есть, но Эстония первая это у себя внедрила. Эстония – это страна, которая, ну, крайне удобна для жизни, особенно для жизни с детьми. Здесь отличная система медицинская, здесь вообще неплохое образование. И по недавним опросам ПИСа, по данным ПИСа, здесь первое место в Европе по уровню функциональной грамотности среди подростков. Вот где вы еще такие показатели видели. Здесь совершенно замечательная экология. Здесь вообще прекрасный воздух, очень хорошее качество воды. Здесь очень классная для меня эколога система общественного транспорта. Это она бесплатная. То есть, представляете, коммунизм строили всей страной, да, большой, Советским Союзом, а построила его отдельно взятая теперь свободная независимая республика Эстония. И вот единственное, что меня здесь, ну, что меня здесь не устраивает, это интеграционная политика Эстонской республики. Я считаю, что вопрос интеграции русскоязычного общества в эстонское общество, он полностью перевешен на плечи русскоговорящего меньшинства. Я считаю, что это совершенно неправильно. Ну, должна сказать сразу, да, в Эстонии можно прекрасно жить, не зная эстонского языка. С вами будут очень хорошо и прекрасно и любезно говорить на русском. Никто от вас не отвернется. С вами будут говорить на английском. И вообще, все чиновники здесь и в полиции, и там в медицинских учреждениях, вот абсолютно везде, они говорят на трех языках блестяще. На русском, на английском, на эстонском. Но я считаю, что, ну, значит, уповать на то, что вы живете в стране и не знаете местного языка, это нормально, вот это совершенно неправильно. И я хотелось бы, мне бы очень хотелось, чтобы мои дети влились вот в это нормальное эстонское европейское общество, чтобы они переняли эти ценности. И я хочу, чтобы другие дети, русскоговорящие, да, русскоязычные, с которыми мои дети дружат, чтобы они тоже влились в это эстонское общество, и чтобы вообще эстонское общество было единым, сильным и неразделенным. Потому что сейчас проблема какая? Эстонское общество поделено на два лагеря. Это лагерь русский и лагерь эстонский. И я считаю, что это очень опасно, что некоторые агрессивные соседи, вот они вот с этой стороны, да, находятся, вот они этим очень активно пользуются. Эти соседи уже давно оккупированы, да, нехорошими оккупационными властями, и этим оккупационным властям не имется раздрайв всевозможный, нести соседние страны в Европу, и в том числе они вот этой ситуацией двойного мира пользуются изо всех сил. И я не хочу, чтобы это было. И я за три года, я попробовала очень многое для того, чтобы интегрировать моих детей в эстонское общество. Ну, так получилось, что нас с самого начала не взяли в эстонскую школу, так получилось, что все мои попытки моих детей отдать в какие-то эстонские коллективы, они терпели фиаско, потому что нету достаточного количества преподавателей, да, в Эстонии, которые умеют интегрировать. И если ребенок довольно взрослый уже, подросток, которому не пять лет, да, и который вот так вот сходу идет такой открытый, уже совсем не играет, Если подросток попадает в новый коллектив, то от педагога требуется высокая квалификация и знание, как можно этого подростка вовлечь в общую команду, и как вообще можно его заставить там разговориться и участвовать в общем там деле. У меня получалось так, что, например, младшую дочь я отдаю в секцию по футболу, она едет в футбольный лагерь, я за него плачу, ну, а в результате ребенок у меня, оказывается, сидит в углу, и в общем процессе не очень участвует. А педагоги очень милые, очень симпатичные девочки, там, в 18 лет, они не умеют вовлечь моего там 9-летнего ребенка вот в это общее дело замечательное, в игру в футбол. Так же было и с всевозможными курсами эстонскими, то есть ребенок в результате оказывался один в углу, такой грустный, да, мне хотелось бы, чтобы у нас было больше интеграционных программ. Я, например, считаю, что это неправильно, что сейчас у нас в русской школе, у меня дети ходят в школу, где идет преподавание в основном на русском, и у нас только три часа эстонского языка, и это законная ситуация. То есть я приходила в школу, выясняла, я спрашивала у них, почему так мало, они мне объяснили, мы выполняем требования эстонского государства, и делаем это честно. То есть мы готовим детей к государственному экзамену по эстонскому языку, к тестам, но, к сожалению, вот за эти три года у нас не было в школе ни одного проекта совместного с эстонскими детьми. У меня мои дети русские, они вообще эстонских детей не видят, у них нету совместных проектов никаких. Я считаю, это неправильно. Я считаю, что задача государственная сейчас у Эстонии должна быть заставлять российские школы проводить вот эти совместные проекты, заставлять эстонские школы в этих проектах участвовать и вместе строить замечательное, новое, сильное общество с европейскими ценностями. Мы не должны отдавать нашу молодежь, которая говорит на русском языке, на откуп всяким агрессивным соседям, потому что если они смотрят вот это ядовитое телевидение на русском языке, то они впитывают вот те ценности. Пусть лучше они впитывают правильные европейские ценности, пусть они читают на эстонском, на английском, и пусть мы передадим им наши нормальные европейские ценности. И это будет более правильная, более здоровая ситуация, чем просто закрыть глаза и сказать, что никакой интеграции на свете не существует. Почему я сделала это обращение? Потому что я живую работаю в Эстонии, я налогоплательщик, и мне хотелось бы, чтобы мои налоги работали эффективно. И я уверена, что если эстонский эстеблишмент по-настоящему захочет эту проблему решить, он с ней справится блестяще, потому что пока что, к сожалению, эстонским политикам выгодна такая ситуация, причем как с такого пророссийского толка, так и проэстонского толка. Они играют на этих противоречиях тоже. И это, ребята, абсолютный позор. Ситуацию эту надо менять. Потому что, ну, обычных граждан, которые живут в Эстонии, ну, и не граждан, понаехавших таких, как я, но налогоплательщиков, эта ситуация не очень-то устраивает. Так что, надеюсь, все будет хорошо. Надеюсь, мы эту проблему общими усилиями решим. Элла Гуэсти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова